В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых важных и ярких новостях, прошедших выходных и первого рабочего дня, вам расскажут мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Прогулка по облакам. Как Рязанский фестиваль прокатил предпринимателей со всей страны? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Стоит ли воспринимать всерьез эту фразу? Спортивно, весело, задорно в Рязани прошли празднования в честь Дня физкультурника. Вели Мельников, кем он был и почему его сердце рязанято? В минувшие выходные на Ореховом озере прошел музыкальный фестиваль воздухоплавания «Прогулки по облакам». Правда, не совсем так, как ожидалось. Ни обещанных приглашенных звезд, ни воздушных шаров, ни должной организации праздника участники так и не увидели. А приехали они, к слову сказать, со всей страны. В итоге оказалось, что немалые деньги гости фестиваля отдали за весьма сомнительное удовольствие. В ситуации разбиралась Марина Комиссарова. Настоящий уикенд для всей семьи. Три дня лета, полетов, музыки, отдыха, веселья, красочных шоу, вкусной еды и, конечно, возможность дотронуться до неба своими руками. Отпуск, который запомнится и взрослому, и маленькому, без виз, загранпаспортов и языковых барьеров. В самом центре России. Так звучали призывные слоганы фестиваля «Прогулка по облакам», который в минувшие выходные состоялся на Орешке и наделал много шума. Рязанцы о фестивале мало что слышали, а вот гости из разных городов Москвы, Тулы, Нижнего Тагила и Екатеринбурга приехали за обещанной суперпрограммой. Заранее, еще в мае, многие приобретали билеты, чтобы увидеть то, что обещали организаторы. А организаторы утверждали, что прогулка по облакам – это 60 гектаров развлечений на любой вкус. Световые музыкальные шоу аэростатов, подъемы и полеты, топ-звезд российской сцены, город аттракционов и более 25 ресторанов разнообразной вкусной еды. Праздник от рассвета до заката начался с того, что попасть на территорию тем, кто купил билеты, места в кемпинге и оплатил парковочные места, оказалось невозможным. Мы, в принципе, билеты вообще очень давно купили, еще, наверное, в мае, 31 числа. Смотрели объявления, то есть на Кунгкоп, на Астанктурский сайт скидочный по купонам, вышли на Небо.РМ. Вот там-то было очень красиво, скажем, программа расписана, что будет Небо России, будут шары воздушные, кемпинг хороший. Ну, короче, куча, много народу, куча развлечений, будет весело и так далее. Ну, как бы, ну, даже не подозревая о том, что мы увидим, да, купили спокойненько билеты. Вот на троих мы отдали 9 600, наверное, где-то так. Многие приобрели билеты семьями, приезжали с маленькими детьми, однако праздник не удался. Ошарашенные происходящим, а вернее отсутствием происходящего гости из разных городов требовали вернуть деньги. Но организаторы не отвечали на телефонные звонки или убегали, в буквальном смысле, от вопросов. Не могли получить ответы и те, кто оплатил аренду торговых мест, а таких было тоже немало. По словам очевидцев, в субботу около пяти часов вечера ведущая произнесла со сцены «Ура, открываем наш фестиваль». Сказано это было для человек 25-50 перед сценой, слоняющихся без дела второй день, после чего выступила пара детских коллективов. Потратившие немало денег арендаторы подловили директора фестиваля прямо на арт-базаре. Время шло, гостей так и не было, то есть ничего не менялось в течение всей пятницы. Когда мы дозвонились до Виталия Анатольевича, он нам сказал, что почему вообще ждали? В пятницу все работают, поэтому никто ничего не приехал. Мы с мужем, маленькой дочкой, расстроились, потому что ни одного шара мы не увидели на поле за весь день. Мы не увидели ни одной продажи. Кстати, по поводу шаров тоже очень интересная ситуация. Когда мы спросили Виталия Анатольевича, где шары, он нам сказал, а что, мы обещали шары, так вот они по всей России летают. На наши вопросы ни организатор Олеся Кабанова, ни директор фестиваля Виталий Русских ответить также не смогли или не захотели. Виталий Анатольевич, добрый день. Телекомпания «Город», Рязань, Марина Комиссарова меня зовут. Уделите минутку, пожалуйста. Я по поводу прогулки по облакам музыкального фестиваля, который прошел в минувшие выходные. К нам обращаются арендаторы, которые у вас места торговые покупали, и гости фестиваля, недовольные проведением. Говорят, вы их обманули, заявив, что фестиваль будет с воздушными шарами, а сами к воздушным шарам никакого отношения не имели. Что касается обещанных организаторами фестиваля прогулка по облакам полетов на тепловых аэростатах, вопрос сложный. Ожидавшие возможности понаблюдать за полетами воздушных шаров люди были, мягко говоря, разочарованы, узнав, что фестиваль воздухоплавания «Небо России» совершенно не имеет отношения к тому мероприятию, на которое они приехали. Изначально наш фестиваль «Небо России» проводит четкую направленность на зрелищность и массовость. И, в принципе, воздухоплавание, которое проводится на Рязанской земле, оно призвано к тому, чтобы популяризовывать этот вид спорта среди горожан, среди гостей и прочее. Соответственно, мы всегда открыты для наших гостей и приглашали на летное поле у поселка Шумаш. И было достаточно, ну не то, чтобы достать, я не знаю, как судить, но то, что я видел, это было максимальное количество гостей за все годы, которые мы проводили наши мероприятия. Обманутые арендаторы и гости фестиваля «Прогулка по облакам» организовались в единое сообщество. В настоящее время они собирают всю информацию и планируют в ближайшее время обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением и подать на организаторов в суд. Фестиваль «Небо России» давно стал легендарным. Его ждут, на него специально приезжают, чтобы окунуться в романтику воздухоплавания и волшебства. Однако для организаторов и самих воздухоплавателей этот фестиваль прежде всего спортивное состязание. И если ранее в рамках «Небо России» проходил Кубок Рязанской области, то в этом году состоялся 23-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Провели 23-й чемпионат России. Удачно. Всего мы выполнили 27 полетных заданий. Соответственно, сегодня понедельник, к сожалению, погода, угроза грозы не дала нам взлететь. Но, как говорят, в воздухоплавании, в принципе, в авиации лучше сидеть на земле и жалеть то, что это не в небе, чем наоборот. В итоге первое место занял Иван Миниел Москва, второе место – Латыпов Сергей Москва и третье место – Жохов Дмитрий Тула. В десятку сильнейших вошли достойные представители всего вида спорта, в том числе и я. Можете меня поздравить. Иван Миняйло, ставший победителем, теперь отправится на чемпионат мира во Францию. А Рязань уже сейчас начнет готовиться к будущему сезону. С 8 по 12 августа 2018 года в нашем регионе в рамках фестиваля «Небо России» состоится чемпионат Центрального федерального округа. Кроме того, в традицию войдет открытие фестиваля в Кремле и вечернее свечение на территории летнего поля в Шумыше. День физкультурника традиционно отмечается во вторую субботу августа. В нашем же городе праздничные и спортивные мероприятия прошли накануне официальной даты – в пятницу 11 числа. Главной площадкой стала улица Почтовая, на которой развернулось грандиозное празднование. Подробнее об этом ярком событии расскажет в своем репортаже Валерий Седов. Каждую пятницу на улице Почтовой происходит какой-нибудь необычный праздник. Давайте посмотрим, что здесь сегодня. А здесь праздник – Рязань, город спортивный. День физкультурника в Рязани прошел на ура. Множество людей, большое количество аттракционов для детей и взрослых – настоящее действие, в котором мог поучаствовать каждый. Начался праздник очень необычно – с торжественного шествия. А люди не задерживались у одного аттракциона надолго. Ведь организаторами было обустроено множество тематических площадок, в каждой из которых посетителям хотелось принять участие. Здесь дети могли поиграть в футбол на мини-площадке под присмотром строгого судьи. Подростки же проводили время за игрой в баскетбол. На площадке собрались настоящие профессионалы своего дела. Любой желающий мог попробовать свои силы и обыграть спортсменок из рязанских команд. А рядом люди разных возрастов пытались забить гол деревянному болванчику. Своё умение здесь показывали гости мероприятия абсолютно разных возрастов. Соревновательный дух витал в воздухе. Для искушенного зрителя здесь также было на что посмотреть. Показательные выступления юных каратистов, танцы на пилоне, трюки на велосипеде. В общем, зрители остались довольны. Мне здесь очень сильно нравится, потому что здесь проходят разные праздники, и здесь можно повеселиться. Дружественная атмосфера, приятные люди, с детьми очень интересно, много народу, весело. Празднично, родное что-то прям. Очень здорово, много людей, интересно очень происходит. Пока еще не все увидел, но интересно достаточно. Очень интересно, радостно, весело, много всяких развлечений. Мы вот померялись с силой здесь. В общем, очень здорово. Очень классно, очень понравилось, очень хорошо. Праздник на пути. Взрослые дети. Посетить они было не с честь. Праздник посетили даже туристы из Японии. Вся атмосфера праздника как? Когда хуиньки в Адолистое, и поездки в Адолистое. А сколько там еще и тонны у нас? Все вместе могут нас участвовать здесь. Как она сказала? Очень здорово, что все вместе могут участвовать в этом мероприятии. Хоть погода на улице в день празднования выдалась пасмурной, все прошло на ура. Песни, танцы, мастер-классы и веселые конкурсы. Все гости мероприятия пообещали, что на очередной праздник, который пройдет уже в следующую пятницу, они вновь придут сюда, на главную улицу фестивального лета. В сообщении об авариях, которые происходят на дорогах Рязани и области, мы получаем практически каждый день. Сотрудники ГИБДД уже устали предупреждать, что дорога – это не место для повышенной скорости и непродуманных маневров. И тем не менее, дорожно-транспортных происшествий меньше не становится. Об авариях, произошедших на этих выходных, расскажем в следующем материале. 12 августа около полуночи на 198-м километре автодороги М5 «Урал» 30-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода» и двигаясь со стороны Челябинска, в направлении Рязани совершил наезд на впереди стоящий грузовой автомобиль «ДАВ» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще одна серьезная авария произошла в минувшие выходные в Михайловском районе. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. По предварительным данным, 59-летний урожень Стамбовской области, управляя автомобилем «Лексус», в условиях плохой видимости, не выбрал безопасный скоростной режим и совершил наезд на заднюю часть грузового автомобиля «КамАЗ». В результате происшествия находившиеся в салоне иномарки граждане, в том числе и 14-летний подросток, были доставлены с травмами в медицинские учреждения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются. Из-за довольно прохладной погоды купальный сезон открылся этим летом лишь во второй половине июля. Но из-за такой недолгий срок на водоемах Рязани утонуло около 10 человек. Каждый из нас может стать свидетелем трагедии. Именно поэтому так важно знать, как вести себя, если вы заметили тонущего человека. Человек громко кричит «помогите» и всеми силами пытается удержаться на плаву. Ничего этого вы не увидите и не услышите. Человек тонет молча. Все его силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву как можно дольше. Если вы заметили нечто подобное, то нужно незамедлительно помочь. Вот только как. Так неужели фразу о том, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, нужно понимать буквально? Представители службы спасения заявили, что тонущему помочь можно. И рассказали, как именно. Как правило, нужно его взять за волосы и тащить к берегу. Естественно, сразу предупредить спасателей, которые находятся на берегу. У которых на спасательном посту есть все необходимое для спасения людей. И сразу же позвонить по номеру сотового телефона 101. Но что делать, если спасателей рядом нет, а до приезда МЧС – несколько минут? Первым делом нужно удалить изо рта пострадавшего песок или водоросли. А затем, вопреки тому, что можно увидеть в фильмах, человека не стоит класть на спину. Его следует повернуть вниз лицом, подставить под его живот колено и надавливать сверху, чтобы вылилась вода из глотки и дыхательного горла. А затем следует определить, дышит человек или нет. Чтобы определить, дышит человек или нет, используется простой правило – вижу, слышу, ощущаю. Нужно наклониться к пострадавшим, послушать его дыхание, попытаться ощутить щекой движение воздуха и увидеть экскурсию дневной клетки. Сердечно-легочную реанимацию следует проводить только в самом крайнем случае. Первым делом надо снять с человека одежду и только после этого приступать к самой процедуре. Реанимация базовая состоит из двух основных мероприятий – это непрямой массаж сердца и искусственная дыхание. По современным стандартам непрямой массаж сердца проводится в отношении 30 компрессий и 2 вдоха, соответственно, для искусственной вентиляции. Нужно нащупать мечевидный отросток. На два пальца выше и будет находиться точка, на которую следует положить ладонь. Другая рука попадется сверху, замочек, вот, и осуществляется прямыми руками, кругом локтях, компрессии грудной клетки на глубину 5-6 см, 30 компрессий, вот, и дальше делается два вдоха. Перед тем, как делать вдох, нужно запрокинуть пострадавшему голову, зажать ему нос и сделать два вдоха. Можно положить ему на рот платок или ткань. Сердечно-легочную реанимацию следует проводить до прибытия помощи. К сожалению, несчастье может подстерегать не только в воде, но и на суше. Из-за жаркой погоды легко получить солнечный удар. Если вы или ваш друг почувствовали головную боль, а кожа сухая и горячая, то сразу же следует уйти в тень и попить воды. Если же человек потерял сознание, то действует необходимо быстро. Нужно немедленно попытаться переместить его в прохладное место, в помещение, расстегнуть одежду стесняющую, освободить от стесняющей одежды, дать что-то прохладное попить. Уберечься от солнечного удара очень просто. Достаточно находиться в тени. Также спасает любой головной убор. И в солнечную погоду всегда нужно пить больше воды. Помните, вы сами гарант своей безопасности. В череде праздников, относящихся как к церковным, так и к народным, особое место по праву занимает Медовый Спас. Ежегодно его празднуют 14 августа. В этот день принято освящать воду и мед нового урожая, а также проводить богослужения. Официально название этого праздника звучит как «Изнесение происхождения честных древ животворящего Креста Господня». Но больше этот день известен все-таки как Первый Спас или Медовый Спас. Православная Церковь чтит этот праздник с IX века. Впервые отмечался он в Константинополе. Дата 14 августа выбрана Византийской Православной Церковью, потому что август был всегда месяцем развития разнообразных инфекционных эпидемий. В борьбе с инфекциями использовали все способы, в том числе и крестный ход с частью Животворящего Креста Господня. Освящение улиц Константинополя, воды в фонтанах города помогало прекратить эпидемии. Ну а название «Медовый Спас» праздник получил за то, что в этот период собирали мед нового урожая. Также в этот день начинали собирать мак, поэтому некоторые называют этот день маковеем. Всех рязанцев сегодня поздравляем с праздником. Это начало Успенского поста, это воспоминание страданий Господа. И помимо прочего, мы сегодня освящаем мед нового урожая, как напоминание о том, что все, что мы имеем в нашей жизни, есть от Бога, и все, что мы имеем, благословляем у Господа. Многоязычный поэт-экспериментатор, который знал более ста языков. Фотохудожник, сотрудник Института вирусологии РАМ, кандидат медицинских наук. Все это можно сказать об одном человеке. В Рязани открылась выставка, посвященная памяти Вилли Мельникова. О том, как он связан с нашим городом и почему его сердце рязанято, расскажет Галина Ершова. Поэт, график, фотохудожник, актер-полиглот. Он воевал в Афганистане, работал научным сотрудником в Институте вирусологии РАМ, окончил ветеринарную академию и духовную семинарию. Знал 102 языка и даже придумал свой собственный. Вилли Мельников запомнился рязанцам выступлениями на музыкальных и творческих площадках города. Он очень компанейский, он нисколько не задирает нос, и с ним очень приятно общаться. Было всегда интересно, легко и просто обогащался. Ко дню рождения удивительного человека, которому в этом году исполнилось бы 55 лет, в Музее истории молодежного движения открылась выставка его работ. Своей коллекцией с музеем поделилась жена Вилли. Выставка, на первый взгляд, кажется действительно необычной и непонятной. Но вот таким необычным человеком был сам Вилли Мельников. В небольшом зале можно увидеть коллекцию бабочек и насекомых. Каждый экземпляр тщательно сохранен и имеет научное оформление. На стенах висят фотографии, сделанные художником, его автобиографии. Калаш из обычных предметов, пропитанных переживаниями и собственным видением мира. Присутствуют на выставке рисунки ручной работы. Имея шведские корни, Вилли Мельников активно интересовался драконографией. Причем этих драконов он рисовал маркерами. Вот буквально он мог разговаривать с человеком, какое-то шло общение. И тут же, то есть он ни секунду не оставался в покое. И тут же начинал рисовать. И вот в зависимости от обстоятельств, в зависимости от ситуации, от того человека, с которым велась беседа, и появлялись вот эти вот драконы. Вилли Мельников впервые приехал в Рязань более 20 лет назад для выступления на арт-фестивале. С тех пор город захватил его сердце. Он часто гулял с фотоаппаратом и запечатлел многие дома, которые сейчас уже не существуют. Он включался и начинал. Зачастую тут же там стихи приходили, какие-то фразы, очень интересные, острые. Какая-то возникала внутренняя реакция, ну такое оживление. Человек включался. Вилли нередко говорил, что его сердце Рязаньето. И город ответил ему взаимностью. В поселке Шлаковый появился его ростовой портрет. В память о друге изображения создал художник Владислав Ефремов. Место было выбрано не случайно. Сама вообще вот эта архитектура, двухэтажный домик, там интересная структура слона, там какая-то вот, что называется, эргономика, атмосфера этого района. По-моему, эти дома строили немцы. И, в общем, вот это все его привлекло. Вилли Мельников регулярно приезжал в Рязань с выступлениями. Причем аудитория для него не имела значения. Он с радостью выступал как на больших городских мероприятиях, так и на уютных квартирниках. Весна. Мерзлятся, медитая, лети на завры. Осень. А безглавгуст нес скелетно на прохлопище. Семейная идиллия. Я рукопрекла дам, когда ты надоела. В последний раз Вилли Мельников вышел на сцену тоже в Рязани. Это было в 2016 году на фестивале уличных музыкантов «Подбелка». Он выступал почему-то вот без своего халата, вот этого фирменного. Ну, вот никто не думал тогда, что это будет последним выступлением, но, по сути, так вот и случилось. Легендарный халат теперь можно увидеть на выставке. Если приглядеться, то становится понятно, что это обычный медицинский халат, расписанный буквами из разных языков мира. Магию же создавал сам Вилли Мельников. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв и в нашей группе в социальных сетях. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok